Я прошу прощения. Вопросы еще есть? Да, пожалуйста. Знаете, я не по пенсии, я по поводу визы. Я здесь живу в 69-го года. До середины 90-х годов у меня было стосоветское гражданство. Потом нам сказали, что все иностранцы будут платить врача наличными. Мне пришлось гражданство поменять. У меня здесь трое детей, взрослые уже почти. И мы не можем ездить в Советский Союз, потому что нам нужна виза. Мы не хотим платить никаким туристическим гармогенам, которые визы выдают, выдают вауншеры, выдают гостиницы. У нас есть где жить, есть где спать и есть где есть. Я хочу спросить, как были люди, говорящие на русском языке, имеющие большую часть визы в Советских гражданах, как мы можем поездить в Москву, без того, чтобы брать эти унизители, визы, эти турагентства и переплачивать за это. В Российскую Федерацию вы можете поехать на основе приглашения. А приглашение какое? Ну, если у вас есть кто-то, кто живет в Романской музее, они вам оформляют приглашение через представительство Федеральной инвестиционной службы Российской Федерации. И все. Нет? Потому что вы проживаете в стране, которая является членом Европейского Союза. Не мы усложняем правила, а усложняем страны Европейского Союза. Это я вам гарантирую. Но для нас можно сделать жизнь только как войну с вами. А какую, если вы гражданин государства, являющийся членом Европейского Союза? Ну, я знаю, например, что люди, вот, в моем роде встрече, были уже замужем, которые не только уграждались, но и советское гражданство, и пасутка. Они уже сейчас двойное гражданство. Хотя я знаю, что в Советском Союзе не было двойного гражданства. Так как они везли на жизнь, то они получили двойное гражданство, и честное. Могу ли я получить советское гражданство, не избавляясь от честного? Можно потише? К сожалению, гражданство Российской Федерации без выхода из имеющегося гражданства вы получить не можете. Могу назвать имя человека, которого двойное гражданство? Я думаю, что он имел гражданство России, а потом получил гражданство честное. Это уже прерогатива чешской стороны. Если она считает, что такое можно сделать, это в исключительном случае, кстати, по чешным законам. Но это в состоянии гражданства, и даже принадлежащих предреждаций, и даже принадлежащих предреждаций. Можно, Игорь Сергеевич, по слову, Дургина? Я гражданная Россия. Ну, теперь у меня чуть-чуть. Надо нам ехать в Россию. Надо обязательно сделать дверь. Белорусскую и русскую. Но белорусскую обязательно, потому что это родится шингеном. А теперь это Россия и Белоруссия, союз, единое государство. Зачем тогда лишь принадлежать в Российскую визу, когда я делаю в Белорусскую шинген? Можно ли по этой визе с Минска поехать в Минград, в Москву, чтобы им показать мою родину? Или? Там даже границы нет. Дело в том, что чисто технически, у вас никто не поверит, граница как таковой формально не существует. Но у вас виза для посещения Белоруссии. Вы не имеете права посетить Российскую Федерацию, потому что нет на это разрешения. Значит, надо делать потраченные сети. Конечно. Потому что это не единое государство. Пока союзное так называют. Но если виза белорусская транзитная, то потом вы имеете право проехать через территорию Белоруссии. А в России надо иметь уже Российскую визу как конечный комплекс. Уже этого имели много лет после того, как вы убили из этой вещи, что сейчас шли нет, что сейчас союзное государство может быть нужно? Нет, пока нет. Пока нет? Пока нет. Спасибо. 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 Ну поймите, если вам не хватает трех месяцев, вы можете поехать в Россию, получить вид на жительство в стране. Там уже до пяти лет, пожалуйста. Хорошо. А потом что? Если здесь все потеряют, то вы здесь платили кошек? А вот тут вам надо расставить приоритеты тогда. То есть есть мама, есть тогда такие дела. Я не могу на мамину территорию теперь. Вы понимаете, она ответственна другому человеку, который за меня упажет. Ну а в том, что он, чего он? А я почему? А я почему? Ну, не пускай идти, а она, чтобы отменить гражданин. Все так решает. Понимаете? Там жить некуда. А поэтому? Берите лицу не цеприрует? Опять визу? Нет. Не опять визу? Ты граждану учишь перезону? Да. Не опять визу? Ну что у тебя? Я в 23-м я еще платил. А мы с ним не сколько денег можно было? В Чехии я имею ПМЖ. В России мне начисляют пенсию, да? Могу ли я рассчитывать, ну, в связи с разницей там, вот, прожиточного уровня? Вот. Могу ли я рассчитывать на какую-то субсидию, что ли, в Чехии? Или не могу? Или не могу? Я, если могу, то что для этого нужно? Вот. Вы получаете российскую пенсию? Вот. Здесь ты? Нет. Я приехал сюда уже пенсионером. Мне уже под 80 лет. Я, этот, приехал уже пенсионером сюда, но здесь я ничего не получаю. Только что, вот, оттуда. Вы имеете право только на российскую пенсию, и чешская сторона вам уплачивает ничего не было. Вот это я хотел.